Мур, привет друг, это Зверько и обзор обновления 1.5.52. Разработчики пишут, что режим хаоса вернется в игру 20 февраля и добавят в него еще 10 героев с изменениями под хаос, какие конкретно герои не сообщается. 3 февраля пройдут изменения в магазине фрагментов. Премиум облики. Добавят Бруно, элитный нападающий, и Клинт, охотник на ведьм. Уберут Бальмант, источник силы. Редкие облики. Добавят Селена, двойная жизнь, Леоморд, ледяной паладин, Иритель, ночная стрела, странно на вроде так есть, Харли, королевский магистр, Мартис, огненная пасть, Аргус, темный дракон. Уберут Ханаби, огненный ботылёк. Гасен, кибероператор. Лейла, девочка-зайчик. Мия, капитан шипов. Фрея, охотник на драконов. Роджер, анубис. Герои за фрагменты. Добавят Ван-Ван, Ло-И, Сисилиона, Кармилу, Фашу, Хуфру. Уберут Клинта, Фанни, Ланслота, Линга, Кусаку, Аврору. Ну а если фрагментов мало, а скин хочется, купить подешевле поможет спонсор этого видео. Кода Шоп. Официальный дистрибьютор игровой валюты. Как в нашей Mobile Legends, так и в нескольких других популярных играх. Цены в Кода Шоп ниже, чем в Google Play или App Store. Для пополнения тебе даже не потребуется регистрация. Оплатить можно с помощью карты Visa или MasterCard. Kiwi или Яндекс деньги. Приобрести можно как алмазы, так и звёздного участника. Давай покажу, как это сделать на примере моего ака для стримов. Заходишь по ссылке в описании этого видео, внимательно вводишь свой игровой ID и сервер, выбираешь нужное количество алмазов и оплачиваешь удобным для тебя способом. После чего перезаходишь в игру и алмазы у тебя уже на счету. Да, всё просто, удобно, быстро и дешевле, чем традиционный способ. Для удобства можешь сохранить мои ссылки в закладках. А теперь возвращаемся к ролику. Изменения героев. Беатрис обзавелась анимацией выбора и кучей изменений. Ещё бы, столько навыков. Кстати, если не знаешь, что это за герои, у меня есть обзор на канале. Итак, все базовые атаки теперь считаются базовыми, а не навыками. Как раз то, что говорил в обзоре, исправили. Не беру базовая атака. Увеличили физический бонус для базовой атаки с 30 до 40%. Первый навык. Немного увеличили время смены оружия. Ульта. Сильно увеличили физический бонус со 180% до 250%. Также сильно уменьшили перезарядку. Беннет. Ульта. Тоже на порядок снизили перезарядку. Вескер. Ульта. Нерфанули. Множественное нажатие, которое я демонстрировал. И теперь ещё противники могут блокировать пули. Считай, принимать в себя. Ив. Загрузочный экран теперь показывает как раз её, а значит она скоро выйдет. Первый навык. Увеличили время перезарядки на старте. Ульта. Сократили время перезарядки между нажатиями на 0,1 секунды. Казалось бы, маленькое изменение, но оно скажется на применении ульты. Бэйн. Изменения прошлого патча с упором Бэйна в мага откатили. И разрабы будут думать, что с ним ещё сделать. А что там думать, верните нам пирата. Другие изменения. Оптимизировали послебоевую статистику. Теперь она учитывает урон, нанесённый башнями и призванными существами. Оптимизировали эффекты скиллов у селены. В скине «Двойная жизнь» и у ангелы в скине «Летнее настроение». Также оптимизировали эффект второго навыка «Клинта». Теперь стрелочки навыка показывают направление броска с направлением отскока. Оптимизировали хитбоксы лорда и черепахи, чтобы игрокам было проще по ним попасть. Навыками. Исправили ошибку во втором навыке «Кусаки», когда урон по подброшенной цели наносился до её удара о землю. Исправили баг ульты Мартиса сложным отображением эффекта ульты. Она дезинформировала о том, что можно добить цель. Исправили ошибку, из-за которой Селена, Харли и Чу не могли нанести урон цели в кустах, после того, как её обнаружили. Кстати, многие игроки из-за этой ошибки страдали и сообщали мне о своих страданиях. И ещё. Изменения в режиме «Пика героев», который начинается с эпического ранга. Я бы рад наглядно это показать, но я манал играть в рейтинг на тестовом с пингом 140. Пропущу мелочи и объясню своими словами. Время, которое даётся на бан героя – 25 секунд для каждого банящего игрока. Время выбора героя ограничено 30 секундами. Игроки могут предлагать героев на выбор союзникам, и если ты нажмёшь иконку предложенного для выбора героя, игра перейдёт на вкладку этого героя. Докрутили визуал в миникарту при драфт-пике, смена линий, кто куда идёт и так далее. Появится новая функция – предложить роль. Соратники смогут предложить определённую роль в последнем раунде пика. То есть в рандоме все будут тыкать «Возьми танка». Игрок сможет выбрать что-то из предложенного, если захочет, тем самым завершив формирование команды. На этом почти всё, но у меня к тебе большая просьба. Если ты ещё не подписался, то подпишись и прожми серый колокольчик, а если ты уже подписан, то отпишись и вновь подпишись. Говорят, это может образумить ютуб, у которого крыша совсем поехала. А сюда я ещё прикреплю всякого разного, что мне успели накидать. Ну и всё. Удачных боёв, друг. Увидимся в новых видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok